Тема действительно интересная, она называется «Сансара. Выход из сансары и полная трансформация». Мы немножко подробно расскажем о том, что такое сансара, откуда пришло это слово, в каких оно вообще пониманиях жизненных есть в мире. И поговорим об этой трансформации, чтобы у нас не просто было понимание после этой встречи о том, что это и зачем, а чтобы мы еще больше зажглись желанием двигаться и выйти из нее. Потому что это колесо перерождений, как вы написали, зацикленность. Это действительно так. И у Адвайта есть даже перевод, это постоянная цепочка перевоплощений или инкарнаций. И перевод с санскрита переводится как «блуждание». То есть, опять же, это сон, это иллюзия, сейчас модно называть это слово «матрица». Но при этом оно как будто вот есть, разговоры о сансаре, но меня как будто это не касается. Ну да, вот есть, я верю в перерождение, я верю, я верю в реинкарнацию, а те говорят, что ее нет, а эти… То есть, как будто бы я от этого отдаленно, меня как будто бы это не касается. Хотя на самом деле из воплощения в воплощение мы с вами приходим в эту жизнь, да, первое, для набора опыта. Но набор опыта нужен для чего? Для того, чтобы выйти из этого блуждания, чтобы прекратить это колесо, чтобы перекратить эти так называемые страдания, как говорил Будда. Хотя можно сказать, что я не страдаю, я счастливый человек. Но на самом деле в буддизме именно говорится о страданиях, как о неком независящем от нас реактивном поведении на различные эмоции. То есть, мы все время испытываем различные эмоции, чувства, какие-то недомогания. И вот в этом некомфортном состоянии мы все время ищем счастье, ищем покоя и умиротворения. Вот именно на этом основывается буддизм. Но индуизм также не исключение, он тоже конкретизируется на том, чтобы прийти в то состояние сознания, в котором есть безмыслие, в котором есть полный покой, в котором есть те глубины познания чистого света за пределами каких-то нирванических даже состояний блаженных. И если сказать в двух словах, то что такое сансара? Это просто ум. То есть, по сути, нам просто нужно выйти из ума, потому что весь проявленный мир, который мы с вами видим со всеми миллионами световых лет, изученный нашими астрофизиками и различными учеными, это просто ум. Глупо, конечно, говорить об этом, что мы всё придумали, но это так и есть. Мир ума так и говорят. Это просто мир ума. И именно в остановке, когда мы замираем, мы начинаем видеть эту иллюзию. Мы начинаем видеть реальный мир. Мы начинаем видеть то, что находится за пределами и рамками ума. И вот об этом хочется поговорить. И в буддизме говорится о колесе сансарии, хотя на самом деле это скорее не колесо, а спираль. Потому что это цикличность, но тем не менее, если мы обратим внимание на любую материю, тонкоматериальный мир и вообще как устроен этот мир, он вращается по спирали. То есть, этот цикл, он всё равно как-никак, но он эволюционирует. Поэтому, ну, где-то там есть золотое сечение, да, Фибоначчи. Если в фрактальный мир мы смотрим, мы всё равно видим какую-то некую спиральность. Вот по такому принципу идёт развитие. И это постоянная трансформация. Это постоянные изменения. И мир не стоит на месте. То, что было там тысячу лет назад, десять тысяч лет назад и даже сто лет назад, оно неприменимо к тому, что происходит сейчас. Поэтому та же самая сансара, какой бы мы её себе не представляли, или матрица, она точно так же вместе с нами, как целостная наша система и структура, эволюционирует и тоже развивается. И поэтому и выйти из неё становится тоже не так просто. Если раньше было достаточно постоять на гвоздях несколько лет в пещере, например, да, то можно было многое освоить, какие-то уровни. То сейчас, конечно же, это возможно, но должны быть такие обстоятельства, что всё равно необходимы люди, которые помогут это сделать. Либо гвозди поострее. Да, да. Вот даже один из кришнаитских таких уважаемых ребят, как его зовут, путешествие домой, Радханакасвами, да, он тоже, он сказал такую вещь, что очень легко сидеть со скорпионами и со змеями в пещере. На тот момент мне казалось, что это самое трудное, что может быть, потому что это был мой духовный путь. Но когда я вышел к людям, я понял, что лучше сидеть в пещере со скорпионами, чем с людьми, проходить этот путь. Потому что именно когда мы друг с другом начинаем взаимодействовать, наш эгоизм нажитый, накопленный, наш жирок начинает друг об друга тереться, вот это некомфортно. И тут хочется отвернуться, сказать, не, я пошёл, это не про меня, я с такими людьми дело иметь не хочу. Но помним, да, что мы всё время говорим о том, что мир отражение, и он как раз-таки помогает нам в этом взаимодействии, помогает нам к этой реализации. Вот той самой трансформации, о которой мы будем чуть позже говорить. Что-то добавишь? Ну да, рядом со скорпионами, может быть, даже как-то более легко проживать, потому что люди тоже жалят, не хуже, чем скорпионы. Можно и самому вдруг обнаружить, что вы тоже такой скорпиончик нормальный, и это может быть очень неприятно, конечно. Ну, ещё отмечу такой момент, когда-то, когда проходил курс эфелирации йоги, мы Геннадия очень много расспрашивали про разные асаны, и он сказал, что 5, примерно, тысяч лет назад можно было выйти из колеса сансары просто за счёт упражнений асан, и достаточно было делать 90 каких-нибудь асан постоянно, каждый день. Но только в совершенстве. Да, день в совершенстве, она была своя, точнее, с каких-то десятков лет, и ты настолько вычищался, что совершал этот выход. Но и люди были совершенно другие 5 тысяч лет назад, просто другие. И сейчас к нам требования гораздо выше, поэтому уже одними асанами не отделаешься, конечно. Да, и вот когда у нас были такие вопросы, а есть ли сансара, как из неё выйти, и сколько вообще сансар существует, и, ну, в общем, много таких интересных вопросов, мы тоже на них думали, как вообще ответить, потому что на многие вещи ответить как-то умственно, интеллектуально вообще не получается. Даже когда испытываешь какой-то опыт запредельный, его в этот мир как-то на слова наложить очень непросто. Ну, для того, чтобы как-то в этом деле вообще можно было разобраться получше, ну, конечно же, люди обращаются в Священное Писание. И зачастую там ничего не понятно, что там пишут, но, наверное, самый такой источник, который более-менее хорошо доносит до нас это, это вот Веды, многие из вас знают, да, там Веды Пураны, и они как бы, ну, там рассказывается о различной цикличности нашего мира вообще, Вселенной, о том, как он устроен, и вы могли, ну, каждый из вас мог читать. Если нет, мы просто вкратце расскажем о том, что есть определенные циклы, ну, вы слышали, да, различные юги, например, где по несколько там тысячелетий или сотен тысяч лет идет определенный цикл. Это сказано и в индуистских ведах, мы можем это находить и у ацтеков, и в Древнем Египте, и в Древнем Славянстве, и это все плюс-минус более-менее как-то, ну, между собой сочетается. То есть есть определенные фазы, когда происходит эволюционный скачок. То есть это так называемое вот это вот колесо сансара на Курмис. Если мы говорим о более серьезных величинах, о каких-то более серьезных масштабах, там есть там Маханвантары, Кальпы, Пралаи, это, ну, очень серьезные величины, измеряющиеся миллиардами лет и триллионами лет. И если вы заметите, что вот Кальпы, да, например, это 430, там, 430 миллионов лет, что ли, одна Кальпа, да, они есть разные. И есть сочетание, что когда мы говорим, вот наш курс одноименный называется Самадхи, да, и в индуизме называется Кальпы, это уровни Самадхи, уровни погружения в глубину. То есть если мы свяжем вот эти два слова, да, например, Савикальпа Самадхи, когда мы говорим, то есть это момент остановки. Вот этот момент остановки и замирания полного безмыслия, когда вы становитесь единым целым с Творцом, временное. И оно подразумевает собой вот определенную Кальпу. То есть вы, ответственность вашего восприятия сознания, она распространяется вот на такой вот огромный отрезок, то есть вашего миропонимания. Когда вы попадаете в Нервокальпу Самадхи, это тот момент, когда вы в этой глубине находитесь уже в постоянной основе. Это еще больший объем и масштаб вашей внутренней ответственности, вашей глубины, вашего восприятия. Когда идет дальше, там вот эти уровни Сахаджи Самадхи, то вы всегда пребываете в этом состоянии. То есть это и есть уже просветление. То есть это и говорится о том, что выход за сансары – это определенные уровни, уровни развития. И где-то об этом говорилось, да, в таких писаниях, как Тора, Каббала, в христианстве говорится о лестнице Иакова. Это, ну, есть и иконы такие, да, это как некоторый подъем, восхождение лестницы в небо. Это говорится о том, что мы эволюционируем, развиваем сознание и идем по этим ступеням сознания. И много сказано о том, что на каждой ступени сознания есть определенные силы, которые нам помогают. Там христианство – это ангелы, архангелы, серафимы, так далее, так далее, вплоть до Всевышнего, да. Где-то Рерихи и Блаватская в «Тайной доктрине» и в «Живой этике» они писали в «Огне-йоге» о том, что нам помогают определенные силы. И это братство, и это все уровни сознания, и это все еще является сансарой. Полный выход ее, так называемое, просветление – это уже все, это уже метафизика, то это за пределами любого плотноматериального и тонкоматериального мира, за пределами всех этих форм вообще. И вот мы об этом и говорим, о том, что жизнь дана нам именно для того, чтобы выйти за тот предел. И каждый из нас уже по этому колесу не раз ходил не только в этом воплощении, но каждый раз после смерти душа проходит определенные этапы. То есть, когда мы скидываем свои транспортные средства, помните, как на первом вебинаре мы с вами говорили, когда про тела, про тонкие, как транспортные средства, которые дух, через которые проходят этапы до следующего перерождения. То есть, вот точно такие же этапы мы должны пройти просто в теле. И наша задача, и наша с вами общая задача каждого из нас – сделать это в теле. Но это определенный труд, на который нужно просто подписаться внутренне, и просто принять решение и двигаться. То есть, это поставить на карту, что это для меня самое дорогое. Ну, в принципе, можно, конечно, и поторговаться. Потому что мы просто не помним какие-то моменты, каждый из нас, да? Но у нас было тысячи жен, тысячи мужей, тысячи детей, тысячи отцов и матерей. То есть, мы этот опыт… Ну, все равно, что мы как будто бы смотрим просто постоянно какой-то фильм. Потому что мы в него вовлечены, но со стороны не смотрим. И наша задача – идти в пробуждение, в глубину, в осознание. Остановиться настолько, чтобы увидеть не через призму воспринимать этот мир, а реальным. То есть, за пределами и за рамками этой иллюзии. То есть, уже естественным, таким, какой он является на самом деле. Ну, мы приглашаем вас в ИСИ сегодня с Артёмом Исаакиным. Вы готовы? Просто я именно сегодня выхожу, поэтому кто со мной за компанией стоит? Это лучший проводник из Ансары, которого я знаю. Но только по вторникам. Знаете, вот Геннадий у нас всё время так говорит, чтобы делиться опытом, да? Другой человек начинает сразу его к себе применять. Вот поэтому мы стараемся опытами не делиться. Когда проходят ретриты, курсы Параданта, там очень глубокий опыт. И мы, наоборот, говорим, делитесь, потому что это вдохновляет других. Это как-то, ну, это есть, да. То есть, поделиться опытом после курса, рассказать о том, как я из одной сансары перелетал в другую, в третью, в пятую, десятую. Столько у меня всё было. Но это я шучу, конечно. Вот. Ну, и у каждой шутки есть далее, правда? Вот. Про опыты мы просим делиться участников. Но сами рассказывать не будем, потому что мы хотели бы, чтобы у вас у самих был такой чувственный опыт. Ну, я только отмечу, что это настолько другое восприятие, что даже когда слегка начинаешь этого касаться, это просто невообразимо вообще. Невозможно вам это представить никак вообще, что такое может быть. Например, попробуйте себе представить опыт. У меня такой опыт был, что ваше сознание становится единым с другим человеком. И у вас одно сознание, ну, как бы, на двоих. Вы прям в один момент чётко ощущаете, осознаёте, видите, понимаете, что происходит вот в другом человеке, как вот, да, в оболочке, да, внутри него, и вы с ним одно целое. У меня такой был опыт, причём взаимный, и были очень смешные тогда комментарии, потому что первая такая реакция, как же мы будем жить теперь? Это ж ты, это мы одно целое, как это так, да? Как это можно жить? Но когда оно закончилось, начинаешь, наоборот, понимать, что ты ёшкин кот. Так бы и жить, наоборот, всегда. Это настолько, ну, просто поразительно. Всё переворачивает вообще. И, в принципе, мы с вами идём к такому степени единства с миром, которое позволяет вам, в принципе, ощущать всё и получать ответы на любые вопросы. И настолько раскрыть масштаб вот даже этой жизни нашей, да, что увидеть, ну, как бы, включить в свою жизнь столько интереснейших вообще вещей, о которых даже сейчас мы не можем вообразить. Потому что мы как будто бы в песочницу пришли, вокруг песочницы такой огромный забор, и мы, кроме песочницы, куличиков и собачков, ничего вообще не видели в этом мире. А за песочницей там детский сад, за детским садом там улицы, дома, там за ними там города и страны, там континенты, планеты, космос. В общем, там много всего интересного. А мы как бы завязали здесь. И настолько ограничено своё восприятие, что это... Хочется поинтереснее жить. Да, на полную. Хорошо, вот были вопросы. Как вы относитесь к теме опыта души на колесе сансары? И есть ли старые молодые души? Ну, мы начали с того, что, да, действительно, в сансаре каждый получает свой опыт. Дух перевоплощаясь, получает опыт. Мы были очень молоды когда-то, но мы очень сильно постарели в практике, теперь превратились в старые души. Шучу. Ну, на самом деле, мы примерно все здесь, в наше время, ну, как бы такие, можно сказать, что ровесники. То есть мы пришли в эту эпоху получить какой-то опыт. И здесь, может быть, особо не имеет смысла делить там на старые молодые. Конечно, кто-то приходит просто получить какой-то элементарный опыт житейский, такой бытовой. Но большинство из нас приходит именно для того, чтобы получить опыт поиска или движения к этому, к выходу. И, возможно, вернуться домой. Именно сейчас такое время интересное, необычное, когда, ну, огромное количество давящих обстоятельств в мире постоянно на нас давит, вынуждают нас все пересматривать, разочаровываться, идти к этому. И в то же время огромное многообразие, можно сказать, прямо ассорти вещей, каких-то практик, каких-то учений, чтобы с этим соприкоснуться, начать хотя бы, да. И, возможно, исчерпав какие-то этапы в этих практиках, прийти уже к пониманию, что нужно что-то более серьезное. А если серьезное, то это, вы уже знаете, это обязательно учитель, который проделал этот путь, это команда, среда единомышленников, и это методика, которая поможет вам это сделать. Конечно, ваше огромное, всепоглощающее, страстное желание. Да, и тут Татьяна добавила, что думаете, правда или вымысел. Ну, мы примерно частично ответили, есть космический возраст, да, он существует. Но, как сказал Артем, если вы оказались в этом месте, в месте развития, если вы вспомнили, что вам нужно искать, то вы этот поиск уже не упускаете. Вот эту тонкую нить к источнику, вы ее все время щупаете. Тогда вы придете к тому, что нужно. Но для этого вот ключи, которые Артем проговорил, они реально сейчас самые актуальные. И методика, она все время адаптируется. То есть мы меняемся, человечество меняется. Это всегда живой процесс. Не применим старый опыт уже. Тут вот был вопрос. Задача расторжетиться с Личностью. Я бы сказал так, что это только начальная задача. То есть это, можно сказать, этап пробуждения. И следующий этап после пробуждения, чтобы именно разные умственные программы, программы эго, отработать и расторжетиться. Но в конечном счете задача расторжетиться со всей этой матрицей целиком. А это значит и даже, ну может это странно прозвучить, но мы очень сильно ввязнем в матрице просто благодаря своим органам восприятия. Мы на что-то смотрим, и оно нас вовлекает. Мы что-то слышим, и мы полностью погружаемся в это. Но мы как бы теряем вот этот взгляд, как бы, ну со стороны, как из другого пространства, как бывает, когда человек соприкасается с источником. И задача полностью расторжетиться вообще со всем этим фильмом, который мы смотрим здесь. Как бы вернуться в другую точку восприятия, где мы вне этого всего. И это, естественно, непросто, потому что у нас помимо личности есть еще очень много разных других представлений, которые как бы с личностью не связаны, но, например, представления о времени и пространстве, что это все есть. А на самом деле этого всего нет. И вот за все эти представления нам тоже предстоит выйти. Но при этом личность, она остается. Вы же ее не подавляете как-то. У вас есть набор характеристик вашего персонажа. Вот он такой, вот он там генетически так сложился, еще что-то. И будучи даже так называемым просветленным, то есть за рамками всего, вы все равно через эту личность здесь взаимодействуете. Просто вопрос, потокового ли вы действуете, или личность – это набор программ. Но вы не пользуетесь этим набором программ, вы пользуетесь самыми лучшими качествами личности. Вы этим персонажем живете и действуете. Но разотождествиться, конечно, нужно полностью, потому что если вы не разотождествлены, значит, вы просто неосознаны. А это как раз-таки про тотальную осознанность. Ну вот мне нравится вопрос, как мы вообще попали в колесо перерождения, зачем? Очень вопрос забавный, потому что приходит такая аналогия сразу, что карапуз в детском саду вдруг спросил, «А зачем меня сюда родители привезли?» Типа, как я вообще сюда попал? Как я где-то расчутился? Нас вроде как и не спрашивали. То есть взрослые просто взяли, привели, вот, «Твоя песочница, твой кулич, развивайся. Становись человеком». Воспитателя представили там, обслуживающий персонал, и вот мы тут, значит, играем какие-то игры. Каждый день в детском садике ведь своя какая-то игра. Ну и вот мы через эти игры развиваемся здесь. То есть попали мы сюда именно с этой целью, для развития. Ну, знаете, интеллектуально, опять же, на этот вопрос ответить практически невозможно. Почему говорю «практически»? Потому что есть такие всё-таки источники, опять же, возвращаемся, если к ведам, то есть, например, «Йога Васиштка», «Пособие по просветлению». Если вы внимательно прочитаете восемь раз эту книгу, то гарантированно просветлеете. Ну, так говорилось там тысячу лет назад, да? Но её один раз прочитать настолько трудно, что, ну, потому что там читаешь предложение и забываешь предыдущее, потому что, ну да, это другое состояние. То есть тот, кто её писал, это из другого состояния сознания. Там передаётся, там есть сила, там есть энергия. Но разобраться в этом всём из непроявленного абсолюта проявляется там такой-то вид энергии. Он же там ещё как-то называется там. И вот это вот всё, вот это вот путаница. Но просто, если у вас нет такого чувственного опыта, вообще о чём речь, то это вообще ничего не понятно. Если у вас есть чувственный опыт такого переживания, хотя бы там, может быть, психодерический или какой-то, то вы хотя бы зацепиться за что-то можете, чтобы эти слова как-то к себе применить. И это сразу же отвечает на вопрос, какой он реальный мир. Ну, реальный не такой, как мы привыкли. Потому что, ну, само пробуждение, каждый раз, вот каждый, кто испытывает опыт пробуждения, когда он закрепляется в этом состоянии, он говорит, ну, я себе совсем не так это представлял. То есть как бы есть определённые представления об этом, да, и когда это происходит, человек говорит, я не это себе представлял, да. Ну, то есть, вот как можно сказать, и это только самое начало, это при открытии занавеса, да, пробуждения. А если мы говорим вообще уже о другой глубине, о многомерной, то есть много-много-много мерной, как об этом говорить, ну, непонятно. Вот поэтому он другой. Мне тут вспомнился стишок на этот счёт, да, про доктор, я болен, голубчик, а чем вы больны? Слух мой ослаб, не слышу шептания луны, ох, это трав, там, и так далее, и так далее. Потом в конце он говорит, я вижу лишь только дома, сумки людей и автобусы, стены церквей. Гномы исчезли, нет эльфов, русалок и фей. Где домовой, что под лестницей жил за стеной? Доктор, мне страшно, впервые такое со мной. Ну, просто здесь, помимо того, что мы привыкли воспринимать, даже в нашем мире сансары, даже в мире сансары, в мире ума, есть очень много чего, что недоступно нашему восприятию, пока мы ограничены в нём. И учёные говорят, что мы во всём спектре электромагнитных волн воспринимаем меньше одного процента, представляете? То есть тут много всего, и об этом говорят опыты разных других людей, которые видят там, чуть восприятие становится тоньше, они там видят всякие другие миры, цивилизации там и так далее. И всё это как бы вот мимо нас. То есть мы с вами в детском саду, и вроде бы там иногда кто-то смотрит на этот забор такой с решёткой, как у нас часто бывает, и видит там, что какой-то мир, какие-то люди, какие-то там что-то происходит, но всё это мимо, нам это недоступно. Нам нужно с вами сбежать из детского сада. А сбежать легально можно только, если в школу уже ты готов. Вот так что надо подготовиться. Вот ещё вопрос. Если вы можете слиться со всем, стать единым со всем, не означает ли это, что когда вы почувствуете всю боль в мире, разве это невыносимо? Ну, чуть-чуть как-то перефразировано, да, ну понятно, это перевод. Вот, ну, смотрите, от точки пробуждения, от точки ноль, да, когда вы испытываете различные состояния, идёте по вот этой лестнице, да, так называемой Иаковой, или по уровням сознания, то там могут быть различные очень глубокие нерванические, саматхические, блаженные состояния, и вы их испытываете. Но точно так же и в отрицательной шкале чисел вы тоже те же чувства также испытываете. Потому что это тоже является жизнью. Вы познаёте её целостно. Поэтому, конечно же, пережить боль мира, боль другого человека, но только с другой точки восприятия, оно переживается иначе. Вы не отождествляете себя с этой болью. Да, оно есть, но вы же как бы, как поток это через вас проходит просто. Вы воспринимаете, вы чувствуете, но не вовлекаетесь, вы не страдаете. Вы от этого не страдаете. Да, вот вы наверняка видели фильмы про апокалипсис. Там очень красиво, когда вся планета разрушается, в клочки тогда прям рассыпается. И вы, возможно, как-то сопереживали героям, что происходит такая вещь, там всплакнули даже, да? Но вы же понимаете, что это фильм. И на самом деле ничего страшного ни с кем не произошло. И планета до сих пор села, и там люди все целы, да, живы-здоровы. То есть вы понимаете, что ну это просто вот такая кинолента. Ну здесь что-то похожее. Сочувствие есть, сострадание, конечно, соучастие некое. Но вы не усерьезнивайте, потому что вы уже понимаете, что это все просто придумано. Ну пришли в детский сад. И сегодня мы решили, ребята, а давайте сегодня сыграем в апокалипсис. И такие, аааа, там понеслась. Ну и поиграли. Вроде там детский садик весь, типа как помер. На следующий день отряхнулись, потом пошли там по домам, вернулись, опять сыграем в другую игру какую-нибудь. Сегодня у нас будет век просветления. Давайте все сидят, там в этих песочницах такие все, рисуют себе точки на лбу, песочком, ну там и так далее. Как раз вопрос про фильм, да? И когда я полностью разождествляюсь с этим фильмом, соответственно, я забуду, что он когда-либо существовал. Дальше я попаду в какой-то новый же фильм, только более сложный. Вот этот вопрос по поводу забуду не совсем понятно, потому что мы приходим в осознанность. Ну и мы забываем только то, что нам в принципе не нужно. Но если мы осоздаем целиком картину мира, то мы ее осознаем, и нет смысла забывать или что-то. То есть у нас картина мира целостная становится. А насчет более сложного фильма, наоборот, чем глубже мы идем, мы становимся взрослее. И опять же, возвращаясь к примеру с детским садиком, когда мы играли в войнушку на полном серьезе или во что-то, то это было настолько серьезно, или в дочке-матери, мы в это были вовлечены. Когда мы становимся старше, мы это наблюдаем просто и видим, не вовлекаясь в это, что это происходит. Я могу поиграть, но я осознан, я не захожу в эту игру. Поэтому все становится проще. Вы как бы становитесь взрослее, вы видите этот мир как энергию, совокупность энергии, как эти энергии, этот мир вообще создают, как он строится из этих энергий. И вы это переживаете, себя как часть этого всего целостного и единого процесса. И поэтому такие вопросы, они просто отпадают умственные. Да, и опять мне очень нравится аналогия. Вот смотрите, сейчас вы смотрите на экран, например. Представим, что вы смотрите какой-то фильм. И у этого фильма есть даже какой-то тайминг, да, там вот полтора часа, например, или два, да. Вы его посмотрели, отвернулись от экрана и забыли, какой был фильм, да. Ну, вряд ли такое произойдет. Но, то есть у вас фильм вы можете в любой момент остановить, уйти, закрыть, еще раз пересмотреть, потом вернувшись. То есть вы, как бы, когда вы в фильме вовлечены, у вас есть таймлайн какой-то, да, и вы не можете по нему, ну, как бы, перемещаться там особо, ну, так, взад-вперед, ну, в том смысле, что, в принципе, когда вы смотрите, оно просто идет, да. Но как только вы вылезли из фильма, у вас абсолютная свобода и времени, как бы, нету. Ну, если сравнивать с фильмом, да, то есть там есть время, здесь вы все время в настоящем моменте. В любой момент можете вернуться, посмотреть любой отрывок этого фильма, пересмотреть, перемотать, там, и так далее. То есть вы вообще выходите за рамки фильма. И здесь что-то вот, такая похожая аналогия, потому что, пока вы живете в фильме, у вас время конечное. Фильм когда-нибудь закончится, и вам придется смотреть следующий фильм до тех пор, пока вы, наконец, не поймете, сколько можно уже смотреть эти кино. И вы так, хоп, и тут, оказывается, целый мир. Тут столько всего интересного. А если выйти из помещения, там вообще просто невероятных размеров, другое измерение прям. Так и здесь. Просто уже другое измерение, нету вот этого смертей каких-то там бесконечных, заново вся эта история. Ну, вот классный вопрос. Если мы пришли из источника, и изначально совершенно, зачем нам нарабатывать какой-то опыт и развиваться? И сразу же ответ вижу. Наталья спросила, Татьяна ответила, Лила, божественная игра, кукловод развлекается так. Ну, кукловод не кукловод, но мы действительно эту игру сами создаем. Если мы начнем относиться к этому, как к игре, каждый момент времени. Вот каждый момент времени, прям с утра просыпаясь, это игра. Вот и как раз такие вот источники, вот священное, священное писание, многие, да, индуистские, они пишут о том, что относитесь к этому, как вот к нереальному, потому что это нереально. И тогда вы начнете это видеть. Ищите этот источник во всем, и вы начнете его видеть. Ищите ответы во всем, кто я и зачем я здесь, и вы начнете получать эти ответы, если вы задаете вопрос. Поэтому, да, это действительно игра. Давайте просто научимся относиться к этому, как к игре. И играть неосознанно, из настоящего момента, жизни туда больше давать, в эту игру. Ребёнок родился, он же изначально совершенен. Или вы считаете, что это не так? Совершенное существо, но ничуть не хуже, чем взрослый человек, например. Ну ему же зачем-то надо какой-то опыт набирать, развиваться, правильно? Почему же так трудно выйти из игры? Если бы была игра простой, в неё было бы неинтересно играть. Это можно просто, эту аналогию привести с любой компьютерной игрой. Нам интересны игры, в которых трудные уровни, которые там, как там, трудный босс, с которым надо справиться, там, или ещё что-то. Ну я сейчас не знаю, какие компьютерные игры, но в любом случае всегда такое. То есть каждый уровень сложнее этого, нужно там какой-то квест, что-то решить. Это интересно. В этом и есть жизнь. Просто пока сейчас, пока мы в этом уме, пока не осознались, конструкция жёсткая такая, она, ну, кажется, что всё трудно, и всё как-то через какое-то преодоление. Когда эта концепция уйдёт, если вы начнёте легко, просто, вот опять же, играючи это делать, быть проводником жизни. Просто наполнять всё своё происходящее радостью и любовью, проводить через себя эту жизнь, вы поймёте, что игра интересная. И в неё можно и вовлекаться, и при этом быть осознанным. Это интересный путь. Это самое интересное, что только существует. Да, это труд. Просто, ребята, поздравляю вас всех. Вы, может быть, ненароком, но выбрали адский уровень сложности в этой игре. Но ничего, вместе мы справимся. Выиграем. Ну, смотрите, мы с вами в физическом теле, мы его реализуем. Каким образом? Мы там карьеру приобретаем, ходим на работу, да, там как-то мы, ну, вот наша реализация нашего тела, это уход за ним, и вот мы вот до старости весь мир вот так вот до пенсии, потом до кладбища живёт. Ну, вот моя реализация, я перечисляю свои регалии, там, медали или ещё что-то. Вот мы говорим об этом, да. Но при этом мы просто не осознаём о том, что мы при этом за свою жизнь мы также частично реализуем свои тонкие тела. Каким образом? Помните, мы говорили с вами о том, что каждый энергетический центр, да, отвечает за определённый, ну, так называемый мир. То есть у каждого энергетического центра есть своё тело. И каким образом он реализуется? Ну, самый простой пример, да, там, например, горловая чакра, для тех, кто поёт, он себя реализует в этом. Там, ментальный мир, учёные, когда они создают открытие, они реализуют своё ментальное тело, да. Кто-то там, ну, ещё как, ну, много вот различных других примеров на реализацию других тел. Это по нашим профессиям, так или иначе, мы где-то там занялись. Там кто-то с открытым сердцем всю жизнь живёт, он реализует там своё, там, чувственное тело, да. Там воспитательница в детском саде, которая детишек любит, она просто не специально, вот я сейчас возьму и начну-ка я реализовывать своё тело. Нет. Понимаете, да, что этот процесс и так происходит. И у каждого какое-то тело чуть больше развито. Ну, скажем так, в целостности. Но мы не идём к самому главному. Вот когда мы начинаем, выбираем для себя, опять же, стремление в глубину, в источник, в настоящий момент, когда мы выбираем движение по пути, тогда мы начинаем задействовать все эти тела. И вот эта сансара, она нам помогает своими трудностями, своими событиями, которые притягиваются, своими какими-то преградами и барьерами для нашего взросления, для нашей вот этой реализации, для того, чтобы мы стали совершенными, нам приходится волей-неволей задействовать все эти тонкие тела. Потому что нам жизнь позволяет это сделать. Да, это трудно. Вот почему был вопрос о том, что так трудно. Для того, чтобы эти тела и реализовались все. И они все в этом задействовались. И причём не точечно как-то, а все сразу. Ну вот примерно так это и есть. И происходит глубинная трансформация. Если мы можем говорить просто о простых физических вещах, анатомии тела, то на клеточном уровне происходит перестроение. Наша психика, и у нас, соответственно, те психические тела, более тонкие, они все тоже перестраиваются. Это уже не клеточный уровень, это совсем другое. Это тонкоматериальное, но тоже идёт перестроение. Из-за этого так становится трудно, из-за этого так иногда ломает, из-за этого появляются какие-то различные очистительные реакции, какие-то недомогания, что-то ещё. То есть это вот на этом пути мы с этим приходится сталкиваться. И, ну, да, конечно, это труд, который совершается и одному, ну, зачастую, когда на другие уровни сознания, когда всё больше касается этой глубины, а ещё и там глубины абсолюта, то, соответственно, и внутренние переживания становятся сильнее. И самому их просто выдержать нереально. Поэтому нужны друзья. Когда мы с друзьями начинаем взаимодействовать, хотя бы есть с кем, кому это рассказать, что со мной происходит. Просто, ну, современный мир, к сожалению, уходит к психотерапевтам, там, пьёт антидепрессанты, потому что через них поток чистого сознание проходит, они просто его не выдерживают. Ну, это, ну, сейчас такое время. Сейчас вот, ну, эволюционный этот скачок, он просто происходит и поддавливает всю планету. Свет идёт, он идёт на космические праздники, на различные дни солнцестояния. И, а люди от этого убегают, им некомфортно, они заедают, закуривают, запивают, лишь бы этого не чувствовать. Но когда мы осознанно начинаем движение в глубину, движение в настоящий момент, тогда мы хотя бы понимаем, с чем мы сталкиваемся. Мы начинаем этот свет через себя проводить осознанно. Тогда мы двигаемся. И двигаемся как раз-таки из сансары, из ума, за пределы этого ума, в чувственное восприятие, в реальный мир, в настоящий. Ну, вот примерно так. То есть, понятно, да, по реализации, то есть, таким образом мы полностью реализовываемся. То есть, все наши, весь наш потенциал. А как вы помните, мы говорили о том, что, ну, за пределами этого материального мира есть тонкоматериальный мир, и его тонкость, тонкость составляющих очень много, точно так же, как и тел. И именно эта реализация в том пространстве, а это другие частоты, это другие измерения, это, ну, это другие состояния сознания, это другие уровни реальности, ну, и, соответственно, другое восприятие. Но, опять же, говорить о следующем уровне, ну, не очень удобно, потому что он следующий. Со следующего уровня, о предыдущем, конечно, много можно чего рассказать, а закинуть вот так наперед, только чувственный опыт. Поэтому мы вас все время приглашаем и вовлекаем в этот чувственный опыт, чтобы вы его почувствовали. К сожалению, ну, мы так устроены, что у нас много забот, хлопот, трудностей каких-то, где-то надо там что-то делать. И мы, ну, зачастую там практику откладываем, там где-то ленимся, вот эту теряем устремленность. Но и наша задача – это устремленность в себе развить, почувствовать ее, захотеть. Сначала нужно это желание. Когда мы захотели, мы почувствовали этот опыт, прицепились к нему и двигаемся за ним. И, да, вот у нас Геннадий говорит, что когда вы увидите вообще, ну, когда вы зайдете чуть дальше и увидите то, что происходит в этих общих программах, когда вы вместе делаете медитацию, говорит, вы больше никогда в жизни не пропустите ни одной. Потому что, ну, та симфония, вот эта красоты, переливание там цветов, многомерности, переливание этого, перетекание опыта такими багажами с различных там планет, различных цивилизаций между нами, весь тот опыт, который был, он перетекает друг к другу. Если вы хотя бы раз это увидите, вы уже никогда просто не, ну, поменяете отношения и никогда не пропустите. Вот. Поэтому это отношение нужно в себе культивировать, культивировать практику, чтобы в этой жизни реализовываясь все свои тела. Они, то есть, реализация также тонких тел происходит после смерти, как мы уже говорили. То есть, ну, человек покидает тело, всё, физическое тело отработало, он начинает следующие три дня пользоваться эфирным, потом девять дней астральным и поехали вот так вот, точно так же реализовывать свои тела. Но он возвращается. мы говорим о том, чтобы пройти весь этот путь, не покидая физическое тело, а находясь в нём. И это всё реально. И это прямо сейчас происходит. И мир к этому идёт. Ну, конечно, это, опять же, это не для всех, а для тех, кто выбрал для себя это. Но, раз вы находитесь здесь, в этом месте, раз вы, ну, двигаетесь по этому пути, раз мы все вместе уже взаимодействуем, значит, вы именно та душа, именно тот дух, у которого есть этот зов. И, ну, отворачиваться от этого, это, ну, сами понимаете, не в ту сторону. Поэтому нужно идти в это объединение, действовать, не останавливаться. И это внутреннее решение, оно принимается каждый день. И подтверждается своими действиями и шагами. Ну, самое примитивное, это просто постоянная практика, постоянное присутствие и постоянное стремление в эту глубину, стремление познать, познать истину, достучаться до неё, дотянуться. Ну, вот как-то так. Надеюсь, по реализации понятно всё стало, да? Сансара вынуждает нас теперь находить за своей границей. Ну, да, да, она вынуждает таким образом. Это вот эти вот все экологические катастрофы, различные конфликты, это всё, для того, чтобы, ну, для того, чтобы это с нами произошло. И, вообще, мир, он таким образом просто нейтрализуется постоянно. То есть, есть нагнетение, есть какой-то либо конфликт, либо произошла какая-то эпидемия, либо ещё что-то. Соответственно, люди переживают горе, люди переживают скорбь, переживают какие-то внутренние проблемы. они конкретно переживают. И они попадают в этот настоящий момент. Сами же знаете, когда, ну, кто-то близкий уходит, вся семья ретируется, собирается, концентрируется на том, что у них, кроме этой задачи, как будто бы ничего нет, всё ушло. Всё, они все в настоящем моменте. Все, кто так или иначе касается этого события. Вот так сейчас на миромом масштабе происходит то же самое. То есть, где-то есть очаг, где-то есть его нейтрализация. И вот таким вот образом происходит гармония и баланс на планете. Но причём силы, влияние, да, на этой чаше весов, они нестабильны. И как раз таки гармонизируют всё это для того, чтобы сила того, чтобы созидательный мир начался. Чтобы мы жили в других энергиях, в энергиях любви. Чтобы наши дети, чтобы наше потомство было счастливо. Оно как раз таки производится таким образом, когда мы осознанно начинаем этот свет проводить. Когда мы начинаем эту жизнь через себя проводить в мир. Когда мы начинаем делиться этим. Когда мы пробуждаем эту жизнь, как Будда говорил, этот мир. Поэтому это дело каждого из нас. И сами понимаете, что быстрее это происходит, когда мы это делаем вместе осознанно. То есть, как только мы начинаем движение в глубину, ну, поблажки возможно не то слово, она опять же, мы возвращаемся к тому, что это воспитательный механизм. Он исправительный механизм. Если мы осознаем, ну, как он работает, если мы понимаем, нас не надо будет просто подпинывать, он наоборот будет все для нас делать. Если мы идем в это направление, то у нас все сферы начинают налаживаться. То есть, если мы тотально, если мы не предаем сами себя. Знаете, когда есть торговля, так я сейчас иду, но у меня вот здесь вот окопчики прикрытия, я тут такой, ну, мы не тотальны в этом. Тогда мы начинаем какие-то шишки получать. То есть, ну, мы не обманем сами себя, потому что здесь наше продолжение. Мы взаимодействуем исключительно с ним. Это все настоящее. Здесь без этого, ну, здесь нигде не схитрить. Вот. Если мы тотально честны и искренны на этом пути, то, соответственно, у нас будет все, все у нас как вот, ну, так, как должно быть. Возможно, для ума иногда будет, нет, мне Бог этого не дал, это у меня пошло не так, это не так. Опять же, если мы в абсолютном доверии и в вере идем к тому, что мы делаем, к своему сердцу, к своему источнику, к своей душе, да, то все будет правильно. Возможно, просто не сейчас. То есть, если мы в доверии природе, природа нам даст это тогда, когда будет необходимо. Просто по вере ваше, да будет и вам. Не, наоборот, при реализации вы, наоборот, испытываете глубочайшее удовлетворение от жизни. Потому что, в принципе, вы уже всего, что хотели, достигли и пришли в полную отдачу. Потому что реализация связана со взрослостью нашей. Пока мы дети, мы всегда хотим что-то получить. Но когда мы уже реализованы по-взрослому, то нам хочется отдавать. Нам хочется самое лучшее передать дальше. И это уже вот ступень действительно интересная. когда человек и делает Богу, то он, видимо, да, там, не знаю, эта штучка бежит, ему настричит. Да, Бог бежит, ему настричит. Ну, да. Вселенная, ну, она нас бесконечно любит. То есть, Бог всегда с нами. Но здесь вот есть внутренний вопрос. А я с ним всегда? Это вот тот вопрос, который вот можно задавать себе в любой момент времени. Я сейчас в нем. Я сейчас присутствие, я сейчас с ним. Каждое действие, если я посвящаю вот этому пути, вот этому движению, и пройдет время, и вот эта осознанная практика, вот этого присутствия, вот этого живого поля квантового, да, вы начнете видеть, как из квантового поля вы все создаете. Вот она, творцовость. То есть, вы создаете своим намерением, своим действием, своим всепоглощающим желанием в этом развитии. Вы начинаете создавать, начинаете творить. Затем это сотворчество, сотворчество с Богом. У вас начинает получаться, потому что вы начинаете это делать через самые благие, самые высококачественные чувства энергии. Такие как любовь, благодарность, радость. Если вы это культивируете в мир, если вы делитесь этим, то, соответственно, вы получаете это в разы больше. И вот таким образом вы приходите к этому счастью. И таким образом вы потихонечку-потихонечку будете этой сансаре говорить, до свидания. Все меньше в нее вовлекаться, потому что это ум. И он будет в стороне от ваших чувств, от вашего чувственного мира, от вашего переживания, от вашей целостности, вашего сознания, от того, где вы будете являться. Когда точка восприятия сознания в вечности находится и в слиянии с этим Вышим, то какие еще могут быть проблемы, какие пустяки вас вообще могут затронуть. Единственное просто ваше отношение к этому миру и ваше желание ему еще больше помочь, оно на этом пути будет просто больше укрепляться. То есть ваша реализация, ваше пробуждение, и вы будете понимать четко, что оно и зависит от того, насколько вы сильным вкладом этой жизни, этой жизненной энергией и любви являетесь в этот мир. Еще такой момент интересный, что как только происходит то, о чем Саша говорит, у нас появляется очень много обязанностей и ответственности. Ну, интересный такой по заботе об этом детском садике, в котором мы находимся. Ну и даже, возможно, не только об этом, но и о других. Потому что периодически нам Геннадий рассказывает о том, что есть на самом деле другие сансары или другие миры, скажем так. Не в тонких мирах, это не вообще, то есть совершенно другие, как в другое мироздание. И там вообще совершенно другие процессы эволюционные происходят, которые вообще никак на то, что мы здесь вот проходим в мире ума, переложили даже невозможно, невозможно сказать. Но у нас даже могут появиться какие-то обязанности помогать там, например, да. Но это довольно любопытно, хоть и совершенно непонятно, что же такое. Ну даже физики сталкиваются с тем сейчас, да, в современной науке, квантовой физики, квантовой механики, они сталкиваются с тем, что многие физические законы просто не работают дальше, то, куда они лезут. То есть они выводят различные теории, доказать которые они просто не могут, потому что это вопреки физическим законам. Ну вот и все. То есть куда мы дальше, за пределами ума, мы просто не находим этому объяснения никакого, ни логического, ни научного. Но только собственный опыт этого сознания, погружения, расширения этого сознания, другой точки восприятия сознания, этой целостности и единства позволяет нам ответить на любой вопрос. Только рассказать об этом не очень просто становится, потому что с того уровня реальности на умственное опять же это не перекладывается. Но как опыт восприятия он переживается. И вы четко знаете, что этот опыт он намного реальней, чем та жизнь, в которой вы пребываете, когда находитесь в уме. Это каждый, кто испытывал глубочайший опыт, он прекрасно понимает. Потому что я привык переживать любой опыт, пятью органами чувств. Вот я, вот такой вот мир. А когда вы проживаете его целостно в своем сознании, это многомерно, оно другое восприятие. Оно более целостно. И оно более настоящее. Это как раз таки к вопросу о том, что такое реальное, а что нереальный мир. Он более реальный, потому что он многогранен и многочувственен. То есть вы переживаете другими органами восприятия чувств, другими вот этими телами своими. То есть это за гранью какого-то интеллектуального вообще повествования. Вопрос такой, а какие существа в других сансарах? Люди, на самом деле... Гномы, эльфы. Нет смысла говорить о каких-то других сансарах. В пределах нашей с вами сансары, того, где мы с вами находимся. Даже на нашей с вами любимой планете, которую мы все так любим, голубая планета Земля, да? Даже здесь ее населяют на других частотах, других диапазонах и других электромагнитных колебаниях. бесконечное количество различных обитателей, которых мы не видим, не слышим, не можем измерить различными приборами. Но когда мы настраиваемся на определенную частоту, это в медитативных практиках, специально мы этого не делаем. Это опять про тот уровень, когда мы говорим о экстрасенсорике, каких-то сверхспособностей, которые целенаправленно это делают и захватывают этот небольшой сегмент. Мы с вами говорим о глубине к источнику, и тогда мы идем сквозь все эти слои, но побочным эффектом мы начинаем осознавать, видеть и испытывать опыты различных этих частот, где мы просто на это смотрим, как, опять же, это просто есть, это просто данность, оно здесь и сейчас, этого много. Вот они там существа, сущности какие-то, с которыми мы можем познакомиться. Они обитания и нашей Солнечной системе, и на другой планете, и в разных, опять же, в разных плоскостях, в разных тонкоматериальных структурах и сферах. Но зачем нам это сейчас, когда у нас главная задача – это познать себя, кто я? И тогда вы ответите на вопрос, кто есть еще и кто они. Потому что мы, опять же, возвращаясь к тому, что мы с вами единый, целостный организм. Не мы с вами, кто сейчас здесь, на этом вебинаре, а все мироздание – это один организм, это одно сознание, одно целостное. И вот это переживание, как одного целостного, оно и дает вам безусловную любовь ко всему тому происходящему, которое есть, присутствует в вашей жизни. Потому что это и есть вы. Вы начинаете чувствовать себя этим одним, начинаете чувствовать себя единством, настоящим, только одним. Больше ничего нет, кроме вас. И это классный опыт. Вот это хочется, чтобы вы испытали. Ну вот, Дмитрий задал вопрос, да, по поводу какой опыт они могут передать, можно ли использовать его здесь в нашей жизни. Ну, на самом деле, очень хорошо об этом сказано. Рерихи об этом писали, и Блаватская, да, там, космология, там, вот, тайная доктрина, они об этом писали. Но мы вам точно можем сказать, они писали об иерархической системе светлых сил. Мы вам точно можем сказать, что впереди нас и впереди следующих идут еще и еще и еще такие же, как все мы, которые двигаются по этой лесенке. Кто-то из нее уже вышел, кто-то находится в определенном месте, там, как мы называем, там, Шамбала, да, то есть, ну, то есть это другие уровни сознания. И эти силы всегда нам и так помогают. Просто мы пока в своем восприятии не можем, ну, видеть то, что наверху горы, да, там, на каком-то плато находится. Они помогают нам сверху. Ну, можно это так объяснить. То есть каждый из вас всегда, ну, с вами взаимодействует. Вам этот мир настолько сильно хочет вам помочь, все вот впереди. Потому что чем дальше, тем глубина служения больше. Им только вот и хочется отдать. Вот под каждый ваш запрос, он сразу действует, мгновенно. Вот только вы начинаете искренне, по-настоящему просить, как к вам сразу протягивает. Вы только услышите, вы только возьмите. Вот, поэтому мы пока. Просто это определенный уровень взросления. Вот. И потом, как бы, идет передача, ну, как вот мы все там детишек воспитываем, потом дедушка воспитывает внука. Здесь то же самое. Просто это уже более другой уровень ответственности, другой уровень понимания. Это другой уровень сознания, восприятия этой действительности, другая реальность. Да, мир такой более настоящий. Ну, опять же, на, вот, ну, как-то умственно на эти вопросы мы вам никак не можем ответить. Это вы сами можете. Вот, ну, не знаю, вот приезжайте на параданту медитацию, там созвучие как раз-таки это та энергия, которая ведет вас из сансары. Она взята из-за предела сансары, она вас ведет туда. Ну, вот, вот только что-то высшее может ответить на эти вопросы. Мы нет. Поэтому они умственны. Мы очень хотим, чтобы у вас просто у самих был такой опыт, и вы сами его испытали, познакомились с этой живой энергией и со своей вот этой живой энергией, с настоящей частичкой души. И тогда ответы на вопросы будут к вами пачками приходить к вам.